Добрый день, дорогие друзья, уважаемые любители футбола, в частности юношеского футбола, юношеская футбольная лига. Нашему вниманию 14-й тур совсем скоро стартует нашим поединком здесь, в Сокольниках, на поле Академии Спартака имени Федора Федора Черенкова. Та арена, которая не чужая, а родная для обеих команд. Стартовал наш матч, и да, несмотря на то, что стены домашние, но в данном случае в том числе и центрального круга на половине поля. С Родиной вблизи штрафной площади. Здесь будет первый удар поворотом, опасный достаточный момент, и мы видим, что Марат Хайдару здесь пробивал в ближний угол на балансе. Здесь 18 забитых, 18 пропущенных у команды Родина. Видим дальний удар Иларионова. Конечно, прекрасно осведомлен о способностях Илариона. В данном случае он делает передачу на Капрана, и тот ведет борьбу, остается с мячом. Кирилл Капран бьет. Идеальный момент был для того, чтобы открыть счет в этой игре и сделать счет таким, каким он указан на игровой футболке. Кирилл Капрана, а именно 1-0. Не видели, при том, что практически уже половина первого тайма позади. В таком академичном стиле, но возможно сейчас будет прорыв. Нет офсайта, удар в ближний угол. И здесь Боровик выручает свою команду, в том числе чередовать эти моменты начала атак. Так, жесткое столкновение. И здесь желтая карточка. И она ведь вторая у Винокуренкова должна быть. Это красная. Красная по совокупности. Да, вот такое неожиданное продолжение этой игры. Зачастливый сток отправляющей команды на перерыв. В первом тайме мы голов не увидели. 0-0. Но будем ждать второго тайма. И уверены, что там голы обязательно будут. Возвращаемся мы на поле Академии Спартака имени Федора Федора Черенкова. UFL3 нашему вниманию. И второй тайм поединка между Родиной и Спартаком. Кирилла Капрана в первом тайме. Ну а сейчас следует удар издали. Издали очень хороший, плотный удар. Он набирает ход и самостоятельно уходит, уходит. Вот и Шипицына простреливает. Опасный момент. Ситуация возникает для удара Ваняна. И здесь уже Монин ничем не мог помочь своей команде. Здесь защитники страхуют галкипера. Вновь опасный момент. И здесь уже по совокупности созданных шансов, пожалуй, Родина должна была открывать счет. Пока у нас Пугин. Вот такая передача. Разрезка. Пран. Удар. Это 1-0. Это 1-0. Не поднят флаг. У нас бокового арбитра. И, следовательно, Родина выходит вперед. Отличная комбинация. Но и Капран сделал то, что и должен был сделать. То, что мог сделать раньше. Тоже создает определенную угрозу своим воротам. А пока удар по чужим в исполнении Яромира. Это Яромир Белоконь. И это 2-0. Как же он умеет исполнять в данном случае вот такие удары. Отличился он издали против ЦСКА. Забил сегодня также за пределы штрафной. Таким образом в поединке против Сапас даже не до конца заполнен. Нет того же Чукина. И в перспективе команды с точки зрения того, чтобы еще председовать на большее количество забитых голов. Ну, а у нас Иларионов получает желудокарчик. Уже ведь была желтая карточка. Это вторая. Сравнивается у нас с командой таким образом. Мы полем. Еще один момент может возникнуть. Подход точно уж есть. Князьков бьет в дальний угол. Забивает. Забивает. Князьков сокращает отставание в счете. Красно-белых. Здорово. Сместился в центр и в дальний угол пробел таким обводящим ударом. Забивая свой седьмой гол в нынешнем сезоне. Такими действиями. Передача на Капрана. Принимает мяч Кирилл. Уже вышел из ворот Монин. И это, кажется, будет еще одна красная в нашем матче. Фолл последней надежды. Максим Монин совершает его. Перед Капраном уже были пустые ворота. Вышел из ворота Максим. В этой ситуации никак он не мог играть руками. Махнул мимо мяча. Разыграли мяч спартаковцы. Рогов. Хорошо ушел от Орлова. И дальше уже Ванян встречает. Но и с ним разбирается. Рогов. Удары сдали. Это. Это. Полех. И удары сдали от Рогова. Это мимо. Ну и звучит финальный свисток. Родина одерживает победу со счетом 2-1 в матче, где удаление было ровно столько же, сколько и забитых мячей.